Как бы нам это организовать, все самим подумать? У нас на самом деле есть 2 курса, которые учатся на цирковом, да, цирковой режиссуре и артурском. Не в дитесе, это понятно. Не в дитесе в институте современного искусства. Но они сейчас почти все заняты у Морозовой, и их достаточно много. Ну, людей там порядка, у нас, наверное, человек 20. Давайте клоунов, которые у Уральского в студии, давайте каких-то ребят соберем. Вообще соберем со всей Москвы людей-то, давайте соберем. Да, да, да. Тогда мы не попадем в это. Сложно, сложно, надо тогда удваивать. Главное им, ужасно. Надо, наверное, удваивать, потому что достаточно сложно. Вот ко мне на первый день приходило порядка 25 человек, уже очень трудно. Потому что если дальше продолжать, да, и я, и Евгений Петрович, мы предполагаем дальше, ну, как бы, практические занятия, да, смещать практические. Да, чтобы люди могли освоить то, что мы говорим, не в теории, а в практике. Поэтому больше, там, 30 человек, это уже проблема. Значит, надо сделать несколько групп, тем более на такое маленькое помещение. Возникнет проблема. Но это надо уже, наверное, решать и просто расширять. Может, делать, там, два раза, две группы, три группы, как-то так. Там, по часам. Смотри, кто запишется. Давайте какую-то запись мы сделаем. Ребята, там, кто сегодня приходит, там, регистрация, там, тогда-то, тогда-то. То есть мы пока сначала хотели сделать все-таки общий объем, посмотреть конкретно по сегментам, кто у нас приходит, и потом уже начать это более-менее сегментировать. То, что всегда ссылка на лекции, всегда есть и телефон, и есть электронная почта, куда отправлять, это все есть. Просто пока предварительная запись не работает, потому что мы только собираем. Мы сейчас пытаемся это все... А запись из кого вы хотите формировать, просто непонятно. Вы говорите, что-то о записи в один день, второй день, в третий группе, в четвертый группе, из кого? Если у нас сегодня 10 человек сидит. У нас сегодня сидит 10 человек. Но так как уральского сейчас оповестить не смогли, в тот момент, когда у него были ребят, которые пришли, еще 6 человек. Студентов нет, еще 20 человек. Нет, я не понимаю вашу позицию. Вы хотите в принудительном порядке сюда кого-то приводить? Почему в принудительном порядке? Если вы хотите, чтобы люди пришли по своей воле, нужно просто давать больше информации, и все. Дайте в соцсетях, в ВКонтакте, в Однокласснике, потому что информация идет только на Рус-Циркусе. Я буквально вчера увидела, а вчера увидела, все не позвонила. Принудительно сюда притаскивать кого-то обязан, нет смысла абсолютно никакого. Значит, помимо той информации, которая есть на Рус-Циркусе, она еще, соответственно, размещается в ВКонтакте, в Фейсбуке. Там достаточно много людей. И я думаю, что... Тогда дайте ссылку, правда, на те... Это вопрос заинтересованности людей. Вот то, что, если вам интересно мое мнение, то, что мы сейчас вот происходим, сейчас происходит, я считаю, что это очень важно. Я думаю, что мы эту запись выложим. Конечно, живое общение никому не заведет вот то виртуальное. Но я думаю, что народ потянет потихонечку. Самое главное начать, как говорил наш дорогой Михаил Сергеевич Горбачев. Поэтому я считаю, что то, что сегодня делает и Андрей, и, в частности, у нас сейчас живой премьер Евгений Петрович, который, я думаю, что для профессионалов и людей, которые связаны с цирком, рассказал очень много интересного. И тем, кому это будет интересно, не видя такие записи, я буду таким, таким, пожалелым видеть, наверное, так. Можно мне и мешать? Владимир Петрович? Ну да. Я, в принципе, вот сейчас представляю полицию, да? У нас сейчас есть великолепная штука видеокамера, есть великолепная соцсеть. Зная, учитывая интерес клоуна, я даже стою тяжеленько, как сказать, давай мы в школу клоунов. Запишется сотня, двести человек. То есть интерес громадный. Все хотят быть клоуном. И прекрасно, и учитывая, что у нас гастрольные, деятельность клоунов, все же на гастроле, когда-то, самому, собрать их здесь невозможно. С помощью соцсетей, пожалуйста. Это же очень важно. Ваши примеры, я не буду приезжать на ваши лекции, но я ваши лекции могу смотреть на все-таки, в большую сторону. А онлайн у нас никак не получится. Есть варианты онлайн. Да, есть варианты онлайн. Но пока мы будем выкладывать это все на интернете, сейчас просто Ярославский цепь сделал свое онлайн-телевидение. Соответственно, у нас есть выходы на то, чтобы это все-таки выходило в онлайн. Сейчас мы на стадии вырабатывания вот этих вот структур, и как это все связано. Вот это бы называлось нормально, онлайн вещание. Идет лекция, камера, и уже там, Ярославль, Волгограде, где надо, все это смогут. Юрий, давайте я вам немножко с точки зрения технической, да? Да, да, да. Это достаточно очень сложный вопрос. Не спорю. Вот то, что вы видите на циркусе, да, я считаю, что это не очень хорошо, неправильно, но, к сожалению, есть очень много технических проблем. И только из-за этого все рады. Я рад, Андрей, все мы хотим сделать, чтобы это все было украшенности, но их нормально. Но, к сожалению, это очень большие технические проблемы. Что такое технические проблемы? Это, прежде всего, финансы и кучу, достаточное количество людей, которые должны это обслуживать. Я вам просто скажу, если мы берем сейчас среднестатистического программиста, то он стоит 50 тысяч рублей в месяц, и он только будет заниматься непосредственно онлайн-трансляцией или чем-то другим. Поверьте, это очень сложный вопрос, и я думаю, что мы будем его решать. Спасибо. Я в записи выкладываться уже интересно. Я, например, вашу работу взял, просто скопировал, они у меня есть, смотрел, все время лежал за полемикой, то есть на бокал все есть. Поэтому сейчас нет такого, чтобы провинция отделялась от ваших выделяйцев. Я случайно шел, кстати, буквально случайно. Шел, отправлял китайский багаж фестиваль, я сошел сюда и попал на эту лесу. Я счастлив, что меня Бог привел сюда и попал на эту лесу. Тем более, это интересно, на самом деле. Тем более, занимаясь немножко клоунладой, я так вот наблюдаю, что у нас в цирке происходит, провести какие-то программы приезжают, какие клоуны приезжают. Время поменялось. Клоуны поменялись, все поменялось. Отношение клоунладе, там много чего поменялось. Тем по ритм программы, и так далее, и так далее. И много чего поменялось. Надо много очень разговаривать. Так вот на практике, если посмотреть. Вот пример самый простой. В большом московском целище. Лев полдавит Валеринку. Там Полевик посмотрел, да у него лепезиньки. Да то ли, да. Вышел настоящий каверный, личность, богатый такой. Выходит человек, бацан уже, всех хватает. Да, можно говорить. Первый репезин можно поменять, по-другому сделать. Но то, что это личность громадная. Что я так, немножко с ним общаюсь. Личность. А когда есть личность, клоун, личность. Карандаш, личность. Попов, личность. Вообще любой клоун, который личность, это сразу маниже чувствуется. Оттуда и культура от личности, и так далее, и так далее, и так далее. А этого, вот именно лекция тогда интересна. Каждый клоун будет сам лариться в своем соку. Может быть, однограбли, по башке. Если он с головой, то он будет организовать. Он немного... А вы это все в практику хорошо так закручиваете. Почти по этому поводу. Это, мне кажется, замечательно. Сказала Румянцева в своей диссертации. Он писал такую вещь. Мастер-клоун и весь сюжет. И весь сюжет. Представьте, действительно, клоун ничего не сделал. Но от того, просто, как он вышел, отражал его замысл. Он боится. Или так вот распространялся. Он уже дал, как бы, это его визитная карточка. И весь сюжет. Я считаю, что это просто здорово. Никулин говорит, от характера шли к древней. Знаете? От характера шли к древней. Вот самый простой пример. Всю жизнь мечтал снять фильм. Комплимент. С сожалению, не было радиограмма в свое время. Но при темном, вы же знаете, артисты же. Выходили люди. Вот я, так просто выйду. Слава при пути. Стоится, колеса, пробивает. Раз, побегает. Ручки. Раз, еще ничего не сделал. Комплименты. Или другие артисты выходят. Раз, ничего не сделали. Вышли глазками туда-сюда, хлопнули. Раз, сразу берут публику. А другой, как не коречится. Из-за того, что ничего не получилось. Ну, специально о маске. Я, собственно, я так назвал свою лекцию. То есть о самом голову. Следующая лекция как раз была посвящена проблемам происка маски. И как мы искали. То есть каждый коммерческий прием, будь то несоответствие или сходство, он обязательно выходит каким-то образом на возможность поиска своими масками. Поиска. Например, даже не казалось бы, что вот у нас вот эти вот коммерческие сходства. И там один раздел. Кто страшнее? Ушух или лимень. Они говорят, ребята, а кто это такие вообще? Ушух или лимень. Я говорю, их нету в природе. А вообще я их взял, я открою тайну. Это в книге Зорыкина «Звук и смысл». Кстати, мне больше дали для моей практики не книги написанные около Нади, а как раз другие книги «Звук и смысл», «Конезы и слови». Я говорю, их нету. А кто на вас ждет? Они говорят, наверное, ушух. Ушух. Я говорю, ну вот, вас семеро, вы уходите за задность, покажите мне этих ушухов. Я вам уверяю, что все семь разные. Если их просишь там показать там «Зайчика» или еще, то идут актерские штампы, потому что они все знают его. А тут ушухи их все разные. А теперь лимень. А теперь поделитесь не ушухов и лимень. Что между вами может произойти? Это довольно занятные вещи. И я к чему это говорю? Что поскольку он вынужден это вытаскивать из самого себя, из самого себя, то он каким-то образом показывает свое «я». Некоторые говорят, что копировать – это плохо. Да, копировать. На мой взгляд, это даже полезно. Ведь карандаш, если он взял Чаплина, он же не взял там Макса Винтера или какого-то другого. А именно почему? Потому что Чаплин был ему ближе, что называется, роднее. Поэтому мы кого копируем, кого любим, то нам больше все нравится. Таким образом, мы через другого как бы раскрываем самого себя. И вообще, вот это понятие маски, я об этом специально буду говорить, я как бы поделил на возможных, так сказать, четыре типа. И скажем, вот этот вопрос на засыпку, там спрашиваешь, что с комедией Дель-Арта, там не все актеры комедии Дель-Арта носили маски. Не все. А почему их все равно называли масками? И вот тут многие, вот это неправильное понятие, вообще маска, мы с Багмаковой, Женей, кстати, поспорили, так сказать, серьезно, он такого негативного отношения к понятию маска, он воспринимает, как это что-то застывшее, пермонентное. То есть он, как ее понимают? Почему все равно они назывались масками? Значит, что-то есть перманентное, то, что присуще их характеру, их, так сказать, темпераменту, что-то, вот то, что за ними закреплено, за этим персонажем. И почему он говорит о маске? Я как бы поделил испанско-театрального типа, вот эта характерность, которую скрывает актера, человека. Есть маска бесчестная, вот, есть маска цирковая и странная, где наоборот я, я есть, да, вот это раскрывается. А есть смешанная, смешанная, это в творчестве, скажем, Райкина, тот может от своего я сказать что-то, тут же надеть на себя какую-то маску, а может не одевая ее, ну, или платить за какой-то персонаж. Вот, это использовал карандаш, и мы будем делать. У нас тут еще двинность использована, масляница, спрашная, или коляпки, спрашная маска, когда люди не знали, переделались, прятались, чтобы не узнали. переделались. Ну, как бы, все, жду вас, надеюсь, вас тоже увидят и в следующие разы, и там уже поконкретно мы видим какому-то коммерческому приему, или в частности следующий будет, это рассказ, ну, лекция о маске, о проблемах создания маски, следующий, я думаю, там, мне хотелось по программе, по самой программе сказать, как она писалась и что туда вошло, почему там, почему она стала нам близка и в общем-то по ней занимаемся. А дальше уже по программе конкретно облакоски, конкретно облакоски, 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 облакоски. Кратце, как это все. Супер. На этой оптимистической ноте? Да.